Занимаемся, мы специализируемся на производстве корпусов бюджетного сегмента, доступных, причем корпусов заточенных непосредственно для охоты и рыбалки, для охоты и рыбалки в условиях в тяжелой проходимости. То есть это мелководье, это коряжники, это каменистые какие-то вещи. Вот для всего для этого и предназначены эти корпуса. Что могу сказать? Занимаемся мы этим делом уже более двух лет. Корпус, который сейчас находится у нас в производстве, это уже третья модификация, потому что когда делали первые корпуса, проводили после этого испытания, были учтены некоторые особенности, некоторые технологические моменты, которые, в общем, дорабатывались, модифицировались, и в конце концов мы вышли на достаточно хороший уровень, достаточно серьезный корпус, то есть по прочностным и жесткостным характеристикам, и в то же время, который имеет малый вес. Значит, в первых моделях изначально корпуса отсматривались как сварные, то есть отдельно вырезался сегмент днища, и отдельно вырезались борта и транец, и после этого все это в стапеле сваривалось. Таким образом мы создали два корпуса. И проведя, значит, первое, при работе с ними, алюминий достаточно капризный материал. Это не сталь, то есть при сварке обязательно имеются поводки, обязательно что-то утягивается, поэтому корпуса неэстетично смотрелись не очень хорошо. По своим понятиям, любой сварной швов – это потенциальные трещины, поэтому было принято решение уходить, в общем-то, по возможности максимально от сварных швов. Вот, на данный момент корпус формируется из единого листа методом загиба. Режется профиль корпуса по шаблонам. Дальше на гибочные оправки, которые нам позволяют гнуть лист более 4 метров длиной, мы гнем борта и дальше проваривается только носовой прогиб и траницей. Вот и вся технология. А дальше методом клепки или как? Нет, только сварка. Ну, короче, формовка, а далее все равно, в общем, это сварка. Все равно сварка, значит, корпусе обязательно присутствуют элементы жесткости, то есть это силовой набор – это продольные стрингера, которые идут по днищу, их 6 штук у нас, которые обеспечивают продольную жесткость, и набор шпанговок через 600 мм, коробчатые шпанговки силовые, то есть корпус получается очень жесткий, очень прочный. Стафель сниму сам. То есть это вот большая такая конструкция. Вот конструкция 6,5 метров длиной и 2,5 метров длиной. Это вот подлодки размером? Размером от 4,5 до 6 метров. Стафель вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Для того, чтобы можно было в установленном положении корпуса производить и внутренние, и внешние работы. То есть провариваете изнутри, изнаружи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова